Я училась в Петербурге, и там, и там это международные отношения. В Берлине я ушла в междисциплинарную сцену и занимаюсь как раз тем, что связано с советским и с российским колониализмом, и захожу туда с гендерной стороны. И сейчас буду смотреть, как у нас после 90-х развивался феминизм в республиках постсоветских. И в ходе своего подготовки, своих исследований, я начала натыкаться на разные феминистские тексты, связанные в основном с попытками осмыслить постсоветское как постколониальное, как деколониальное, и начала больше и больше интересоваться как-то этим направлением. И меня почему-то начало очень сильно увлекать всё, что связано с феминизмом коренных народов, так же с какими-то вообще связанными с коридными народами движениями, которые говорят о том, что нам важно думать о том, как от них взять какой-то опыт, как научиться чему-то у коренных народов. И я всегда думаю, что, может быть, это просто моя голова так работает, то, что мне очень хочется чем-то увлечься и поверить, что это ответ на все вопросы. Вот, я не знаю. И, ну, деколониальный феминизм и феминизм коренных народов — это то, что, с одной стороны, кажется мне способным решить какие-то проблемы, которые я вижу в глобальном феминизме сейчас существуют, в принципе, и у феминистских течений. А с другой стороны, я не уверена, что действительно этот ответ, он тот, который нам нужен на данный момент. Вот, и поэтому я хотела рассказать немножко об этом, и я не знаю, какая аудитория, вот, поэтому сейчас вас спрошу сначала, вы знаете ли вообще что-нибудь об этом? И если вдруг появятся какие-то мысли на эту тему, интересно было просто пообщаться в конце, вот, и услышать ваше мнение, потому что, вот, я тоже тот, кто находится в процессе узнавания нового и поисков. Вот, такие дела. Да, поэтому давайте сначала просто представиться и сказать, там, в двух словах вообще, что такое, что привело сюда, знаете ли, что-то о феминизме и о феминизме, связанном с какими-то пост-деколониальными форматами, может быть, экологический феминизм. Вот, ну окей, ну, в общем, я, наверное, ну, просто я планировала формат такой, что я не буду рассказывать что-то про феминизм в общем и целом, вот, это скорее как раз такой вброс на тему того, какой феминизм бывает в этом конкретном его формате, вот, поэтому, может быть, какие-то там, если неизвестно что-то в принципе о феминистской теории, можно потом спросить у девочек из Верхуана, где можно почитать, потому что у них очень много материалов. Вот, об этом есть, можно всё это находить и смотреть. Вот, тогда, не знаю, могу рассказать немножко про мой план. Вот, сначала я хотела просто сказать немножко такой общей теории о том, вообще, что такое колониализм, что такое империя, почему у меня называется лекция феминизма после империй, кто такие коренные народы, потом немножко о том, что такое пост-колониальная теория и что такое деколониальная, не теория, они называются опцией или поворотом, вот, потом, какие есть деколониальные феминистские движения, потому что это не одно движение, это несколько разных движений, потом, как деколониальный феминизм вступает в диалог с интерсекциональным феминизмом, Ну, и тогда скажу ещё, что такое интерсакциональный феминизм, во всякий случай, немножко, пару слов. И потом, как постколониальная и деколониальная теория пытаются вступать как-то тоже в дискуссию с постсоветскими, в том числе и феминистскими, форматами осмысления мира. И потом я хотела поговорить, не знаю, получится у нас всё или нет, смотря, насколько я вас заинтересую, и насколько каких-то мыслей разникнет много в голове, на тему тех вещей, в которых я сама сомневаюсь, то есть мне кажется, что, вау, круто, я там нашла, как решить всё проблемы мира, но, возможно, я их не нашла, этих, на самом деле, вещей. Вот. Да, в общем, империя — это определение с Википедии, нет, по-моему, не с Википедии, но неважно, в общем. Сложное по форме устройство государство, состоящее из метрополии и колоний. И империи существовали в истории разного формата, были там Римская империя в античности, которая немножко другого формата была. Вот. Сейчас я буду говорить об имперскости, которая связана как раз с колониализмом, которая началась, когда у нас... Тут у меня даже есть какие-то даты на следующем слайде. Когда европейские империи стали достаточно развитые, чтобы попробовать куда-нибудь поплыть и поискать торговые пути другие в Индию. Вот. И Колумб у нас, и Васка де Гамма были первыми людьми, которые что-то уже там нашли. Вот. И в 15 веке потихоньку началась колонизация Америк, как северной, так и латинской, центральной. Вот. И здесь есть несколько дат. Например, в 16 веке уже начали основывать первые государства, испанцы и бразильцы, которые колонизировали центральную Америку. Вот. И всё это сопровождалось уничтожением коренного населения, навязыванием языка, религии, большим количеством насилия. Также очень много приносилось колонизаторами заболеваний и эпидемий. Люди начинали болеть, просто сами умирали, потому что никогда не сталкивались с такими заболеваниями. В общем, всё было довольно жёстко, кроваво. И ещё при этом создавались огромные какие-то форматы объяснения всего этого, потому что европейская цивилизация нуждалась в том, чтобы не просто идти как бы кровожадно резать, а в том, чтобы ещё сказать, что мы это делаем потому-то и потому-то. И активно использовалось христианство. Христианство как цивилизаторская какая-то миссия, то, что мы должны цивилизовать людей, которые живут там, потому что они не могут оставаться вот такими вот неинформированными дикарями. И в том числе философия эпохи Просвещения, там тот же самый Джон Лок и все эти красивые люди, которые для нас часто являются теми, кто там говорил о правах человека и сделал мир более свободными. На самом деле они ещё очень классно описывали то, почему европейцы имеют право на, например, то, чтобы убивать индейцев и заселять их землю. Потому что эта земля, она ещё, кстати, описывалась очень интересно. Когда описывали они, в принципе, какие-то новые территории, они описывали их, придавая им женские качества, как девственные земли, как земли, которые требуют того, кто придёт и начнёт наконец-таки на них что-то делать, их развивать, их совершенствовать. Это тоже интересный дискурс, то, что даже сама земля описывалась в терминах чего-то какого слабого, то, что нужно прийти и захватить. И вся эта огромная философия, которая вокруг этого формировалась, она, в принципе, лежит в основе того, что мы сейчас называем модернностью. Это формат того, как мы осмысляем какую-то цивилизацию, которая западная, ну, в таком конвенциональном формате. То есть, когда мы там говорим о Европе, мы имеем в виду обычно какие-то наборы ценностей, права человека, институты, правовое государство и ещё большой комплекс каких-то определенных идеологических вещей. И мало кто, ну, я, например, не задумывалась о том, что это ещё связано с обратной стороной всего этого процесса, с тем, что это всегда было колониальное расширение своих территорий, связанное с тем, что нам нужно было кого-то убивать, кого-то подавлять, кого-то решать своего языка, своей культуры. Да, и, в общем, к 16 веку, ой, к 17 веку колоний в мире было очень много. Европейские государства начали активно развивать свою промышленность, и колониализм перешёл из формата такого, что мы туда приходили и пытались там обосновываться, всех уничтожать, потому что у нас образовались некие структуры, из которых европейцы начали активно выкачивать ресурсы. И, в принципе, до сих пор мы живём в мире, хотя в 20 веке произошла деколонизация, и колоний уже фактически не существует, в котором мы до сих пор видим, как страны, которые после того, как они перестали быть колониями, стали странами третьего мира, до сих пор имеют ресурсные экономики, и страны там первого мира, я не знаю, второй мир был, теперь его не стало, некоторые из них, может быть, ближе к тому, что можно называть первым миром, некоторые к третьему, это не очень важно. В общем, есть страны, которые производят ресурсы и являются местами, куда также те, кто потом из этих ресурсов, на основе этих ресурсов делают какой-то продукт, может этот продукт поставлять и потом дёшево продавать, или также производить дёшево какую-нибудь хрень, какой-нибудь Бангладеш и закопить. И это всё последствия колониализма. И также наши ментальные структуры, которые мы имеем в голове, то, что мы смотрим, например, в российской действительности на людей из Центральной Азии, таджиков, узбеков, как на каких-то не таких, то, что мы имеем какие-то расистские взгляды по отношению к людям с другим цветом кожи, это всё последствия того, что мы имели канониальную историю. Именно поэтому мне очень как-то кажутся суперважными именно эти заходы в любую, в принципе, критику социальной реальности, в том числе феминистскую. Окей, немножко об истории. Ой, я забыла об этом сказать. В общем, да, это то, о чём я как раз говорила, то, что один из лозунгов реконкиста был, что тебе не только завоевать нужно, тебе нужно ещё заселить, то, что называется. То есть тебе нужно привнести как можно больше своего, чтобы максимально создать тот менталитет, который тебе кажется правильным. То есть поблать — это заселить? Да, это заселять. Ну, побласьон, типа это население, популяция — русское слово. Ну, вот поблажиться — заселять. Да, и всё это было связано ещё с тем, что появлялся какой-то дискурс, какая-то риторика того, что существует такая вещь, как развитость и неразвитость. То есть мы начали делить людей на каких-то традиционных и заходите на традицию, которая начала ассоциироваться с чем-то... Воу! Ничего себе! Феминисты фотографируют страшно. Вот, в общем, традиция начала ассоциироваться с чем-то недостаточно развитым, недостаточно совершенным, недостаточно прогрессивным, и антиподом ей стал прогресс, как какой-то определённый технологический прогресс, как прогресс социальный, и прогресс, в принципе, вёл к тому, что мы должны все были стать одинаковыми, условно говоря, и тот стандарт одинаковости, который устанавливался, это был стандарт колонизатора, который приходил и это делал, а колонизатором был кто? Белый европейский мужчина обычно. Вот, поэтому это всё, в принципе, очень хорошо вписывается в феминистские форматы, но я потом немножко позже об этом ещё скажу больше. И коренные народы, это, в принципе, то, что я здесь написала, это высказывание, по-моему, генерального секретаря ООН, переведён, наверное, на русский, поэтому это такое официальное достаточно определение, в принципе. Вот, коренные народы — это те, кто жили на этих территориях, которые захватывали, имели свою собственную культуру, и до сих пор, в принципе, многие сохранили её в достаточно большой степени, и на данный момент у нас коренные народы живут в очень разных местах. В России это, в основном, народы севера, то есть это чукчи, ивенки, также это всякие саамы, это маори, это достаточно много африканских народов. Вот, и, ну, например, в формате России якуты и буряты — это также люди, которые имеют свою культуру, свой язык, но они не считают, не относятся к тем же самым народам, как там ивенки, или саамы, потому что их больше, они имеют национальную какую-то автономию своего другого формата, вот, но я, например, положила бы их более-менее в одну кучу тоже, несмотря на то, что официально они в одной куче не лежат, потому что для меня то, что объединяет коренные народы и то, что можно описать как те, кто пострадали как раз в ходе колонизации, больше всего — это те народы, у которых есть язык, культура, которые очень сильно связаны с осмыслением себя и природы как единого целого, вот, и, в принципе, это очень хорошо объединяет коренные народы Латинской Америки, коренные народы на территории того, что есть Россия, коренные народы где-нибудь на островах в Полинезии, это то, что они живут жизнью, которая очень сильно связана с природой, например, если взять, там, не знаю, наших чукчей, людей там на Чукотке, они охотятся постоянно на китов, они этого кита едят, не едят больше ничего, и кит является частью их такого мира, и они осмысляют себя как не какого-то имеющего права на то, чтобы вторгаться в природу человека, который иерархически выше этого кита, они говорят киту спасибо за то, что он есть, за то, что они могут его есть, и, в общем-то, ставят себя на тот же самый уровень, примерно, с природными объектами, вот, и такое мировоззрение у большинства коренных народов до сих пор сохранилось, несмотря на очень много лет, которые прошли, с той пор, как их культуру подавляли и активно колонизировали, и интересно, что у них осталось очень много антикапиталистических таких форматов, которые не связаны с прибылью, даже те же самые люди на Чукотке, у нас они когда ловят кита, они вытаскивают его из воды, кладут просто на берег, и люди просто могут прийти и взять кусок кита, то есть там нету такого, что они там решают, кто возьмет больше, там, я не знаю, только те, кто на рыбалку сходили, берут куски этого кита, вот, и поэтому они до сих пор живут коммунами, у них очень много всего общего, и вот эта вот культура, которую они сохранили, мне кажется, очень важно о ней говорить, очень важно также пытаться научиться ей, даже не будучи представителем коренных народов, и потому что она очень важна в мире, где очень много экологических проблем, где мы из-за того, что мы прожили столько лет, разделяя себя природу, научились ее эксплуатировать очень эффективно, но перестали обращать внимание на то, что вот, ресурсов уже не хватает в этом мире на все, вот, теперь должны находить какие-то новые форматы, и поэтому это супер актуально, мне кажется, говорить о коренных народах, и пытаться подумать, чего можно научиться в их культурах, вот, а сейчас они живут также не очень хорошо, это, например, картинки из Мексики, это, мне кажется, одна из самых таких хороших иллюстраций того, как до сих пор сохраняется то, что называется колониальная такая структура достаточно, то, что в странах третьего мира, которые некогда были колониями, те же самые какие-то корпорации и большие институции, которые извлекали из этих стран ресурсы веками, привозят туда свои товары уже готовые, произведенные, в этом случае Кока-Колу очень классно делают рекламу, которая людям кажется привлекательной, например, в Мексике женщины из-за того, что вода дороже, чем кола, из-за того, что была очень хорошая реклама, которая говорила о том, что кола это круто, кола это классно, ты будешь здоровый и веселый, если будешь пить колу, поют детей колой даже меньше, чем вот этот вот ребенок грудных, очень часто, вместо воды, вот, ну и вообще там диабет, очень плохо все в Мексике с ожирением, именно из-за этого, отчасти, потому что там еще, кстати, в Коле больше сахара, чем в США, в Коле разное количество сахара в разных странах, да, вот, ну в общем да, коренные народы до сих пор живут не очень счастливо в многих местах, потому что также они, многие потеряли практически свой язык, свою культуру, либо растворились в основном народе, то есть часто это там не то, что был какой-то геноцид и все умерли, а просто они потихоньку смешались с населением, потому что языковая политика государства говорила о том, что есть у нас один язык, ваш язык, как бы можете делать, что хотите дома, но мы не будем там преподавать его в школе, писать на нем какие-то официальные стуки, и это потихоньку исчезало, да. И есть очень много социальных всяких движений, которые люди, представители, представительницы коренных народов сейчас организуют, это не только феминистские движения, и так как, как я сказала, вот эти все практики, которые, и философия коренных народов, которые они у себя там имеют, она очень сильно связана с коммунальностью и с отсутствием иерархичности, в принципе, обычно движения, даже которые может называться феминистки, мы даже академические феминистки, которые говорят о феминизме коренных народов, это обычно и мужчины, и женщины, потому что они продолжают не делить себя, не создавать иерархию и противоречия друг между другом, вот, поэтому в таких сообществах присутствуют и те, и другие, но женщины очень часто являются лидерами, потому что против чего направлены эти движения, против того, чтобы какая-нибудь корпорация или, например, какая-нибудь фирма, которая хочет строить дамбу или электростанцию, приходят и хочет взять землю какого-то конкретного, племени или какой-то конкретной деревни и построить на ней что-то, и организуется сопротивление против этого, и обычно мужчины занимаются какими-то там, не знаю, делами, вот, а женщины в первую очередь заботятся об этой земле обычно, потому что они на ней живут больше времени, вообще, мужчины могут быть при этом в городе заработать деньги, например, и женщины организуют как раз социальные движения и делают это вместе с другими женщинами, и также из этой сферы, из этой среды иногда появляются люди, которые потом начинают академически заниматься феминистскими какими-то практиками, вот, писать об этом, и здесь у нас есть примеры, это африканское племя сингвера, они борются за свою землю, и их международная амнистия защищает, потому что они очень давно это делают, там одну девочку в тюрьму хотели сажать из них, это все женщины, они просто в разных головных уборах, и две активистки из Латинской Америки, это вот Берта Кассерес, которая такая сидит женщина в рубашке, здравствуйте, одна из самых, мне кажется, известных представительниц в принципе того, что можно называть феминизмом коренных народов, и она остановила строительство огромной дамбы, которую устроили там, где она жила до этого, и потом ее убили из-за этого, вот, и, не знаю, я думала показать эту штуку, но я забыла подумать о том, что, наверное, не все знают английский, правильно? Вот, поэтому, наверное, я не буду ее показывать, в общем, да, наверное, не буду ее показывать, но, в общем, здесь женщина, три женщины, которые были с ней вместе, экоактивистками, рассказывают, после того, как она умерла, о том, что она делала, немножко, в общем, в целом, она просто создавала сообщество, и пока они боролись против строительства дамбы, они вместе также пытались сохранять какие-то практики, которые были изначально свойственны их культуре, и, в основном, это связано с сельским хозяйством и землей, потому что земля является тоже частью мировоззрения коренных народов, то есть мы не только воспринимаем там животных и людей как что-то, в принципе, не очень сильно разное с точки зрения того, что лучше или хуже, там, важнее, не важнее, смышленее, не смышленее, а мы также видим землю как какую-то часть нашего собственного мира, которая тоже имеет право на отдых, имеет право на какую-то собственную жизнь, и вот эта вот связь с землей, она крайне важна, если ты постоянно работаешь с землей, если ты живешь сельским хозяйством отчасти, и она также терялась, в ходе колонизации, в основном, потому что колонизатор говорил, ой, мы на вашей земле будем стрелять какую-то определенную культуру, которая там классно продается где-то, в Африке это очень заметно, как там очень много высаживали того, что местное население, например, не ест, потому что исторически никогда не ели они это, и поэтому вся земля начинала использоваться только для того, чтобы люди на ней работали, что-то в мешки паковали и куда-то отправляли, а не чтобы она давала какую-то еду людям, которые живут, они ее ели, отдавали земле обратно, вот, и такие вещи часто забываются, например, там вот на каких-нибудь каких-нибудь таких форматах, когда у тебя дети уже давно пьют колу, едят сладости, не знаю, вы все погружены вот в это вот все потребление капиталистическое, легко это потерять, и такие активистки, как там та же самая Берта Кассерес, пытаются это все восстановить, снова показать важность всего этого и возможность как раз дальше жить, в принципе, по своим стандартам, да, это все важно, и феминизм коренных народов, я бы не сказала, что это конкретно феминистское направление, это скорее социальное движение и какое-то направление мысли, которое феминистское по своей природе, потому что оно также всегда говорит о гендерных различиях неизбежно, вот, но оно не исключительно феминистское, то есть, мне кажется, они все-таки более широко смотрят и очень много получает импульсов разные-разные от этого дисциплины, вот, и я сказала про это и сейчас расскажу про постколониальную теорию, потому что это два компонента, которые вместе родили то, что называется деколониальная опция, деколониальный поворот, вот, то есть, есть такие коренные народы и постколониальная теория получилась деколониальная опция, вот, постколониальная теория, ну, собственно, это то, что достаточно известно нам, потому что это большая область, которая затрагивает не только феминистские какие-то исследования, а много-много социальных наук, в первую очередь, это возникло в науках языке в литературе потому что люди начали анализировать как пишут о тех кто живет в колониях какая появляется какое появляется описание тех кто живет в колониях и как это формирует то как в принципе в стране осмысляют себя как империю осмысляют колонию осмысляет метрополию вот и первые представители это был эдвард саид который писал про ближний восток у него была книга ориентализм очень известная при все цитирует гаятри спивак или спивок как угодно она была из индии и хоми баба он был тоже ближнего востока и они были все учениками пост структуралистов то есть европейских философов то есть они пытались применять то что они применяли к европейскому опыту на опыт свой своей стране и это в основном были люди которые занимались изысканиями в литературной сфере вот например спивак она анализировала мифы смотрела на мифы древней греции и пробовала осмыслить их как мифы написанные с точки зрения колонизатора вот так книга ориентолин саида она в принципе интересная мне кажется для всех там очень хорошо описывать как в принципе формировалось восприятие востока как чего-то другого и ориентолизм очень хорошо также на нашу почву перекладывался потому что наша литература которая писалась в девятнадцатом веке пушкин лермонтов всякие такие вещи о кавказе когда у нас происходило завоевание кавказа это в принципе такие же форматы как были на западе вот мы всегда описывали кавказ через часто женские образы через что то что нужно завоевывать захватывать цивилизовывать не за герой нашего времени там бэлла черкешенко которая где-то там сидит вот или там кавказский пленник там тоже женские образы только определенной категории вот и в принципе ориентализм он тоже об этом о том что через литературу восток немножко экзотичным а также чем-то таким женственным что ждет того что кто-то придет и будет привносить свою рациональность например сюда потому что восток нерационален запад рационален ну вот и пост на теория анализировала все это и также появились феминистки которые начали говорить о том что нам нужно сейчас будучи феминистками в современном мире попытаться подумать о том почему мы живем какой-то ситуации в которой все вот эти вот вещи которые я описала то как формировалась европейская цивилизация то что были колонии то что была метрополия сейчас все это кончилось вроде как колонии нет но мы все-таки продолжаем что-то репродуцировать как нам сейчас в этой ситуации пытаться осмыслять куда должен пойти феминизм как было тогда когда изначально феминизм был достаточно белым движением и в академической среде например было вообще практически не представлено женщин которые занимались гендерными исследованиями которые были не европейские не американские женщины и эти девушки они критиковали их и говорили о том что нам тоже нужно дать говорить например чандра маханти она на верхней картинке она написала книгу под западным взглядом так называемую о том что есть некий формат когда академическое сообщество которое находится в америке или в европе в принципе всегда является тем кто изучает кто смотрит сверху академическое сообщество даже если женщина попадает например в западный университет будучи из индии она всегда является источником знания то есть она может дать информацию которую потом западные умные там имеющие методологии методологический аппарат какой-то исследовательницы могут обработать и кейсов поставщик каких-то примеров запад это поставщик метода и тот собственно осуществляет какие-то исследования то есть все как меняется но в общем и целом система она такая достаточно колониальная также в университете в большом таком большую часть нашего общества вот в том числе среди постклониальных теорий существует теория транснационального феминизма которая пытается придумать как нам нужно объединить феминисток из разных разных мест говорит о том как нужно на глобальном уровне формировать какую-то феминистскую повестку общую как пытаться объединить феминисток с разными взглядами вот это в принципе достаточно все интересно могу дать ссылки на всякие разные ресурсы вот но проблема которую начали видеть многие исследователи в постклонильном феминизме это то что вроде как они критиковали колониальность колониализм но при этом они всегда цитировали и ссылались и работали с западными текстами ну потому что там те кто в принципе дали им методы для работы это были там белые мужчины западной академии вот и с этой критикой выступили в первую очередь люди из латинской америки вот эти вот в первую очередь верхний мужчина по имени они бальки хана он основал группу которая называлась modernity slash coloniality и они там начали думать о том что как это делать по-другому как можно производить какую-то критику колониализма которая будет не ориентироваться уже на западные инструменты то есть на какую-то пост структуралистский литературный анализ а придумаем что-нибудь свое там например найдет какие-то в латинской америки методы которые написали латиноамериканские теоретики будет ими уже пользоваться вот и они балька хана умер несколько лет назад а вот нижний мужчина вальтер миньола он жив до сих пор и миньола учился тоже в париже он нормальный на самом деле семиотик европейский вот но при этом он как бы вернулся потом в аргентину откуда он родом и начал тоже пытаться искать другие форматы осмысления которые не связаны с европой несмотря на то что у него европейское образование и в общем достаточно европейский философ как мне кажется все равно и они придумали на основе марксистской мир системной теории новую теорию под названием колониальная матрица власти modernity колониалити где начали описывать мир как систему в которой мы продолжительно существуем до сих пор где есть некая модерность и где есть некая колониальность которые взаимосвязаны и неразрывно существуют до сих пор ну то есть вот это вот все наследие того что я писала до этого того что мы начали делить мирные иерархии того что мы начали ставить человека выше природы а людей делить на разные группы это все сохраняется и до сих пор определяет то как мы осмысляем мир и пока мы от этого не избавимся мы в принципе не сможем решить никакие проблемы которые не экономические и не социальные и будем продолжать дискриминировать людей по любым признакам и да кстати еще забыла упомянуть очень важное хотя ладно попозже это будет момент и единственный момент который в принципе для них кажется субверсивным и способным победить всю эту систему это будучи там в академическом сообществе когда ты пишешь какой-то академический текст пользовать использовать какие то вообще другие методы которые абсолютно отличаются от того что уже использовали там на западе до тебя они пытаться используя их как бы просто покритиковать что-то изнутри и также если ты делаешь что-то вне академического сообщества ты можешь воспользоваться какими-то новыми методами которые связаны с искусством то есть если ты делаешь какой-то performance то должен сделать его абсолютно по-другому должен делать его странным. И часто они оперируют к тому, что доклониальные стейлисы — это как раз описание того, как они понимают то, как внешне можно это выражать. И часто они используют те формы, которые мы, например, будем считать устаревшими часто, потому что они еще спорят с тем, что современность понимает современное, как то, что... Ну, есть определенный визуальный код, что такое есть современное искусство, например, и все, что там было немножко раньше, мы будем сейчас воспринимать как какое-то там, типа, old school, какое-то говно. Вот. Они говорят о том, что иногда нужно подумать о том, что это тоже такое вот колониальное какое-то мировоззрение, о том, что нужно развиваться, и вот это вот устарело — это в помойку, а вот это вот клевое — это, типа, круто. Вот. И поэтому некоторые, мне кажется, доклониальные в мире искусства инициативы выглядят не очень привлекательно для современной аудитории, потому что они кажутся, типа, устаревшими. Вот. В общем, появилась такая доклониальная опция или доклониальный выбор, и они так себя назвали, потому что еще одна критика постколониальной теории как академической теории состояла в том, что как только ты называешь себя теорией, ты становишься частью академического дискурса, и ты моментально замораживаешься. То есть у тебя заканчиваются ресурсы для того, чтобы делать какие-то революционные вещи внутри университета, чтобы писать что-то такое очень классное, чтобы манипулировать тем, что у тебя есть из инструментария, потому что ты называешь это теорией, у тебя есть понятийный аппарат, и всё типа очень фиксировано. Поэтому они называли себя опция или поворот, и типа это им помогает, не знаю на сколько. Вот. И внутри этой всей штуки возник доколониальный феминизм. Его придумала вот эта женщина по имени Мария Лугонес. Она до сих пор жива, очень старенькая, я в прошлом году её видела. Она начала критиковать вот этих двух мужчин за то, что они вообще забыли в принципе про гендер, когда писали свою теорию доколониального... доколониальности и модерности. И она исследовала то, как жили племена до этого в Латинской Америке, и также в Африке, по-моему, Юрубу она исследовала. И она описывала, что в принципе до того, как пришли колонизаторы туда, у них не было такого чёткого разделения гендерного, которое есть в современном обществе. То есть были обязанности, которые выполняют женщины и мужчины, но при этом это всё было довольно не иерархично. Они могли договариваться. Часто женщины выполняли откровенно мужские обязанности, мужчины откровенно женские, как мы сейчас это всё понимаем. И в принципе, так как не было иерархии между животными, землёй, природой и человеком, также не было иерархии между женским и мужским. И поэтому не было каких структур подавления. Она всё это описывала. И потом начала писать о том, как когда пришли колонизаторы, одна из цивилизаторских инструментов, кроме того, что начали создавать, что такое раса в то время. То есть до этого европейцы жили на своей территории. В принципе, расизма не было, потому что в принципе не было какого-то рассуждения о том, что раса есть, о том, что есть какие-то люди разного цвета, разные анатомии. Потому что пока мы не попали в Африку, в Америку и не увидели других, это было неактуально и не особо нужно. И после этого этот конструкт начался создаваться в академической среде. Начали много очень рассуждать разные учёные о том, почему какие-то люди устроены так, а другие иначе. И может быть, это связано с тем, что одни люди более развиты, а другие менее развиты. И вместе с этим также конструировался ещё и гендер. Также конструировали женщина и мужчина как в митрополии, так и в колонии, как это описывает Лугонес. То есть в митрополии создавался идеал белого мужчины, эпохи просвещения именно, который обладает определёнными ценностями, который определённым образом выглядит, который, естественно, гетеросексуален. Женщина – это то, что репродуцирует всю эту нацию. Если это Испания, то это католическая нация, достаточно консервативная, поэтому женщина должна следовать определённым стандартам христианского поведения и своим благочестием создавать возможность производить дальше потомство и репродуцировать, собственно, этого самого классного колонизатора мужчину. А при этом колониальные женщины и мужчины воспринимались как инверсия женщины-колонизатора и мужчины-колонизатора, поэтому мужчина в колониях становился достаточно феминным, то есть он воспринимался как недостаточно маскулинный по сравнению с белым мужчиной-колонизатором. Но при этом, парадоксально, он воспринимался как какой-то агрессивный и непонятный, потому что, в принципе, он лишался субъектности человека. То есть колонизатор всегда был субъектом, он мог делать какие-то действия, а человек в колонии, он был объектом, то есть практически не человеком, а чем-то ближе к животному, к природе. Поэтому в теориях тех же самых эпохи просвещения европейских, они всегда описывались как какие-то дети или люди, которые в принципе не особо люди, потому что чтобы стать людьми, им нужно сначала начать себя вести определенным образом, понять, что есть человек, что есть человек думающий и мыслящий. Поэтому мужчина становился более феминным, а женщина становилась наоборот более маскулинной по сравнению с европейской женщиной, то есть такой дикой какой-то, которая не понимает ничего о том, как нужно вести себя благочестиво, которая очень много там думает о сексуальности, о сексе. И поэтому так немножко оправдывалось насилие над женщинами колониальными тоже, потому что если она сама такая вся думает только о сексе, как бы вот так это и происходит всё. Ну и плюс, если она не человек, а какой-то другой субъект, который ближе к природе, в принципе у нас больше прав на то, чтобы над ней надругаться, потому что, ну она же там не человек. Вот. И всё это активно создавалось, и таким образом создавались гендерные различия внутри тех же самых латиноамериканских племён, к которым приходили колонизаторы. Хотя до этого по-другому абсолютно всё это выглядело. И она всё это описала, и с тех пор, как она это описала, в принципе, доколониальный поворот не существует без феминистической составляющей. Там всегда есть гендер, и все вот эти вот мужчины из прошлого слайда согласились с тем, что она права. И она пытается придумать, как мы можем осмыслять сейчас феминизм, исходя из того, что были некие форматы, в которых существовали вот эти коренные народы, где не было разделения такого гендерного чёткого, где были какие-то другие космологии, где не было антропоцентризма. И как мы можем всё это вернуть, и сейчас попробовать выстроить из этого, возможно, какую-то феминистскую повестку тоже. И я, в принципе, этим так увлеклась, потому что мне показалось, что это очень объединяющий формат, потому что они не противопоставляют друг другу никакие группы, ни женщин, ни мужчин, ни людей другого пола, ни природу человека. И это звучит как суперкрутая утопия, может быть, это слишком утопично. Но в то же время, мне кажется, есть риск слишком сильно увлечься тем, что всё традиционное, классное, там типа, ой, там столько всего. Вот, не знаю. В общем, потом поговорим об этом. И также Лугонос, она из Перу, но она работала с другими женщинами в большом количестве, также анализировала тексты других женщин, и анализировала она тексты феминисток мексиканских, феминисток чекана. Вот чекана – это слово, которое произошло, по-моему, от просто мексикан, как-то когда его произносили, как, типа, мексикано, хикано, и потом стало чекана, но это просто мексиканец, в общем. И так называли в Мексике людей, которые были не англосаксонской внешности, там не белые, а потомки испанских колонизаторов, либо просто испанские, скорее всего, люди с испанской кровью, либо ещё люди со смешанным каким-то происхождением, то есть там, где много индейского, много африканского, потому что это, в принципе, формат Латинской Америки такой везде есть, но в Мексике они тоже есть. Их дискриминировали очень долго, они работали тоже в домах там у белых поселенцев, потому что в Мексику сначала пришли испанцы, а потом пришли англичане. Поэтому их так два раза колонизировали. И сейчас есть огромное движение до сих пор. Женщины-мужчины, которые называют себя чеканой, чекана, они пытаются выступать за свои права, за свою культуру активно. И в этой среде родился также феминизм чекана. И одна из моих любимых представительниц, которую Мария Лугонес также анализировала, потому что Лугонес тоже с литературой очень много работала, это Глория Ансальдуа. Вот у неё есть несколько книг. Одна из них называется «Пограничья. Новая метиска». Местиса по-испански, по-русски звучит очень, по-моему, странно. Метиска, но феминизм вообще странный. К этому, я думаю, тоже можно привыкнуть. Вот у меня есть стих, я, наверное, не буду весь переводить. Но, в общем, там есть некоторые части. Например, вот эта часть, которая здесь, о том, что ты живёшь, когда на границе. Она имеет в виду здесь границу между своими идентичностями расовыми, то есть она и индианка, и африканка, потомка... Потомка... Поэтому у неё есть много идентичности. Она живёт на этой границе, и также на физической границе между США и Мексикой, то есть между развитой страной и страной развивающейся. И она о себе пишет в своих стихах постоянно в таком формате. Ещё она лесбиянка, поэтому у неё также в гендерном формате, то есть пограничное такое положение. И мне кажется, у неё очень хорошие стихи, очень мало переведено на русский, практически ничего. И она придумывает осмысление мира, которое она называет multiplicity, то есть множественность. И говорит о том, что мы, в принципе, все состоим из некоторых идентичностей, которые очень разные, и невозможно часто их отделить друг от друга. То есть одновременно мы можем быть многими, и при этом это одно. И поэтому очень сложно осмыслять себя по-разному в разных ситуациях. Мы, скорее, всегда являемся неким странным компотом из всего подряд. И в этом стихе она очень классно это описывает. То есть она говорит, когда ты живёшь на границе, ты можешь кинуть чили в порчь, есть цельнозерновые тортильи, говорить так смех с прухинским акцентом, тебя будут устанавливать на границе. И всякие такие вот вещи, то есть то, что в твоей жизни ты практикуешь, это часто сочетание, не знаю, если ты, например, человек, который живёт где-нибудь в Бурятии, в России, это сочетание какой-нибудь там своей культуры, которая связана с шаманизмом очень часто, и какой-то культуры, которая российская, которая вообще странная, ну то есть непонятно, там она какая-то западная, не западная, какая угодно, сочетание каких-то там вещей, которые ты считаешь связанными с западными ценностями, там, демократии, или в твоей собственной жизни ты можешь быть одновременно студентом, спортсменом, не знаю, феминисткой, и при этом там жить с патриархальным мужчиной каким-нибудь, то есть у нас очень много всего, и так как мы все разные, и очень сложно поместить людей в какие-то категории, Лугонас, когда она писала об Ансальдуа, о том, как она пишет свои книги, она говорила о том, что как раз её философия, она поможет нам осмыслить мир как-то по-другому, и помочь, может быть, нам перестать делить друг друга на категории, а начать всем гармонично жить с этой своей множественностью, вот, и Лугонас принимала наркотики, чтобы это сделать достаточно много, вот, тоже интересный вопрос, ну, то, что в Латинской Америке, в Перу, в частности, это очень часто связано, то есть философы, которые там живут, очень часто кушают кактусы какие-нибудь параллельно ещё, и пытаются свои философские идеи осмыслить после того, как они съели какой-нибудь кактус, вот, она тоже ела кактусы, и потом описывала то, как она эту множественность видит и осмысляет, вот, но при этом я её видела лично, и мне кажется, она, в принципе, ну, то есть у неё есть эти идеи, но она ими живёт, то есть когда ты общаешься с человеком, ты видишь то, что он готов воспринимать кого угодно, при этом не иерархически абсолютно, будь это там какой-нибудь ужасный, непонятный мужчина-сексист, или какая-нибудь, не знаю, вообще непонятная сущность с другой планеты, мне кажется, она относится к нём абсолютно ровно, вот, и поэтому, как человек она мне очень понравилась, я попозже ещё немножко скажу побольше об этом, и это доколониальный феминизм, который появился из того, что называется доколониальная опция, это о Латинской Америке, но при этом ещё есть путница, потому что есть другие доколониальные феминизмы, которые так себя назвали просто потому, что появились в процессе доколонизации, то есть освобождение стран от колониализма, и в Африке есть очень много женщин, которые называют себя тоже доколониальными феминистками, это одновременно часто женщины, которые называют себя гуманистками, например, пытаются тоже спорить с мейстримным феминизмом и говорить, что он не совсем им подходит, всякие разные незападные форматы, там мусульманский феминизм, феминизм в каких-нибудь отдельных странах, которые до этого были колониями, часто тоже так себя называют, потому что, в принципе, они пытаются, кроме того, что бороться с какими-то гендерными форматами, еще бороться с наследием колонизаторства, колониальности в их странах. И, то есть, интерсекциональный феминизм, как то, что сейчас, в принципе, достаточно актуально, о чем многие говорят, тоже возник среди афроамериканских феминисток, которые также думали о том, о колониальности, в том числе и о колониализме, и поэтому вот эти два доколониальности таких формата осмысления мира, они между собой постоянно находятся в диалоге. И та же самая Лугонес, она постоянно спорит с феминистками, которые называют себя интерсекциональными, на тему того, как нужно правильно делать будущим феминизм. Вот, у них есть несколько текстов, которые они писали с феминисткой из Нидерландов, Глори Веккер, она афро-голландская женщина, она написала достаточно много текстов тоже. И интерсекциональный феминизм, не знаю, вы знаете, что это такое? Это то, о чём говорит там Никсель Пиксель на своём YouTube-канале, это когда мы должны видеть мир, видеть человека, как совокупность некоторых категорий, которые пересекаются, и этих категорий много, это пол, раса, и изначально это был полраса, по-моему, и этничный стойка, а потом там добавился возраст, Класс. Класс, да. Полраса и класса, потом добавился, да, ещё возраст, там не знаю, что угодно, очень много категорий. В общем, можно просто взять вот эти вот ящички и попробовать там каждого человека осмыслить как того, кому эти категории относятся. И в соответствии с этим у нас там выше всего в иерархии будет стоять какой-нибудь имущий, там белый, гетеросексуальный мужчина, живущий в определённой стране. Потом чуть ниже будет какой-нибудь мужчина, который при этом классово находится, ниже его. Потом будет белая, гетеросексуальная женщина. Потом будет какой-то человек, который, может быть, он другой расы, но при этом у него достаточно много денег, хорошее там социальный статус у него, образование у него высшее есть и всё такое. И каждый человек находится на пересечении разных категорий в разной степени. И когда, ну, в принципе, это была изначально критика другого феминизма, который был белый и который не воспринимал людей как разных, просто говорил, есть мужчины, есть женщины. И, в принципе, этого достаточно, того, что мы критикуем это, а ни о чём другом нам говорить не нужно. А сейчас институциональный феминизм также говорит о том, что есть там мигрантки и мигранты, есть люди с разным цветом кожи, есть люди, которые выросли в разных семьях, и никогда нельзя кидать их всех в одну кучу и говорить о всех женщинах, о всех мужчинах. И, в принципе, женщина и мужчина, может быть, это не самые актуальные термины, потому что есть люди с другими идентичностями, и когда мы говорим только мужчина и женщина, мы их исключаем. И институциональный феминизм сейчас достаточно распространён, в том числе среди российского феминистского сообщества. Многие считают себя институциональными феминистками. И Лугонос и доколониальная, вот этот вот феминизм, доколониальная опция, они с ними спорят и говорят, что, ну, типа, это круто, институциональный феминизм нам нужен, это очень классный инструмент, но вы продолжаете людей делить на категории, и как-то при этом они всё равно становятся достаточно такими фиксированными и чёткими, что у каждого есть своё место в системе, и это всё ещё иерархическая система. То есть, что ты всё равно как бы продолжаешь выстраивать какую-то лесенку, на которой у нас люди стоят в разных местах, и эта лесенка, она очень полезная как инструмент, но, может быть, нужно осмыслять её как-то более флюидно, потому что иначе очень много противоречий в обществе, вот, и в принципе, повязка институционального феминизма, она мне всегда казалась достаточно классной, как то, что может, может быть, позволить феминизму хорошо двигаться в современной ситуации, но сейчас там, после того, как везде начали правы активно приходить к власти, мне становится немножко странно и страшно, ну, может быть, так и надо, и поэтому я начала ещё задумываться о том, какие есть другие феминизмы, которые могут как-то там типа зайти с другой стороны и существовать в каком-то непонятном диалоге со всеми подряд, вот, и как раз с деколониальным феминизмом говорит, что мы попробуем немножко изменить то, что называется интерсекциональностью и думать о том, что мы все находимся не на пересечении категорий, то есть не в какой-то коробочке определённой, на которой там написано с разных сторон, какой у нас класс, раса и всё прочее, а мы находимся всегда в какой-то пограничной территории, это в том числе пограничная территория между тем, что называется колониальность и тем, что называется модерность, то есть между тем, что называется восточное и западное, между тем, что называется человеческое и природное, и все мы в принципе никогда не являемся чем-то законченным, чем-то фиксированным, чем-то постоянным, мы все меняемся, и это абсолютно нормально, и исходя из этого, когда ты общаешься с другим человеком, ты путешествуешь в его мир с любовью, как пишет Ансальдуо в своей книге. То есть ты должен всегда приходить туда, в голову, в мир другого человека, несмотря на то, что у него там может быть не совсем взгляды, которые тебя устраивают, с изначальным посылом того, что ты его поймёшь и примешь, и тогда всё будет хорошо, несмотря на то, что у тебя есть какая-то своя собственная критика. Вот. И я сказала множественность, идентичности, они также это называют плюриверсальность, это интересный термин, который они придумали, это типа антипод универсальности, то есть не что-то единое, а что-то множественное, но при этом единое. И так они описывают мир, который они хотят видеть, что он будет вместо универсального плюриверсальным, что мы все будем как бы едины, но при этом мы все будем очень разными. И это также термин не только феминизма доколониального, а доколониальной опции, и Миньола очень много спорил с Жижиком, который один из самых известных современных философов, которые пытаются описать развитие мира, куда он пойдёт дальше. И, кстати говоря, Жижик иногда не имел документов, и поэтому я не самый лучший человек, который может говорить об этих терминах так, чтобы действительно убедить в том, что они являются ответом на все вопросы, но если найти споры Жижика и Миньола и посмотреть на Ютубе какое-нибудь такое видео, кажется, что, в общем, о, вау, вот это да. Довольно интересно. Также есть лекции самой Лугонос, которые, к сожалению, только на английском, вот, но они есть, об этом всё. И, ну да, тут я написала не попытка поспорить с западом, просто делаешь по-своему, это скорее про методы того, как ты действуешь, то есть если ты пишешь там какой-то текст, ты не пытайся брать, цитировать каких-то западных теоретиков и говорить, что вот тут он написал неправильно, просто вообще пишешь что-нибудь другое по-своему. Ну, то есть если ты живёшь в России, найди каких-нибудь российских там людей, которые написали какую-нибудь непонятную, не обязательно статью, какой-нибудь памфлет или какой-нибудь не знаю, вообще что-то сказали, где ты ссылайся на это, не ссылайся ты на какого-нибудь там Маркса, который был тоже западный мужчина, вот, об этом они говорят. И у нас есть тоже женщина, которая занимается деклальным феминизмом, есть несколько лекций, её онлайн, она пишет статьи достаточно много в журналах, Мадиба Гластанова, она в Швеции сейчас, вот, и я с ней тоже этим летом виделась, я представляла себя по-другому, она оказалась достаточно такой суровой женщиной, вот, но она достаточно хорошо пишет, и она подумала о том, как можно применить то, что называется деклониальная теория, в том числе феминистская теория, потому что она самая гендерная исследовательница, к постсоветскому пространству. И она придумала, есть термин деклониальной теории, который называется деклониальной опцией, не теории, извините, колониальное различие, то, что когда колонизировали колонизаторы колонизируемых, они создавали некую разницу между ними, то есть то, что мы лучше, а не хуже, это называется различием, это они, вот этот слэш, который стоит между модерностью и колониальностью, называется колониальное различие. А Тластанова придумала, что ещё есть, но она не придумала это, на самом деле, она просто взяла там, это из других разных работ и применила вот сюда, то, что есть ещё имперское различие, что когда мы развивались и были все колониальными империями, Российская империя, Османская империя были немножко не такими империями всегда. То есть они были вроде как тоже империями, тоже имели колонии, но с точки зрения французской, британской империи, империй западных, они всегда воспринимались немножко как какие-то тоже восточные, какие-то там ориентальные такие, то есть не очень цивилизованные. И исходя из этого формировался некий двойной формат восприятия себя, то что с одной стороны мы колонизаторы, мы колонизируем, если это Российская империя, Кавказ, Центральную Азию, мы колонизируем Сибирь, какие-то народы, которые говорят на таких языках, и выступаем как цивилизатор, но при этом мы сами себя всегда воспринимаем как недостаточно хорошие, недостаточно цивилизованные, которым нужно развиваться. Это один формат. И второй формат, что Российская империя еще очень активно создавала своего внутреннего колониального субъекта, это крестьянин. Об этом писал Эткинт, исследователь, который вообще начал описывать один из первых российский колониализм, о том, что у нас на территории нашей страны деление такое вот колониальное существовало еще между людьми, которые были одной и той же расы, но при этом одни были более образованными, говорили на французском, брили бороду, а другие жили там в деревне, не брили бороду, знали французского, не знали, и были вообще какие-то не такие. И у нас это создавалось искусственно достаточно, но тоже было. Вот это тоже можно называть внутренним каким-то нашим российским таким колониализмом. И она начала думать о том, что, ну, раз так, надо подумать, как мы можем вступать в диалог с этой доколониальной опцией, доколониальным феминизмом и найти какие-то ответы там на наши вопросы на постсоветском пространстве. Вот, написала несколько книжек. А, кстати, да, я тут закинула про российский колонизм картинок и забыла. Вот, это мы колонизуем Сибирь, это Кавказ, это Туркестан, вот, да, такие вот штучки. А может, Кавказ добровольно пытался открываться, а я... Ну, бурята тоже добровольно пришли к Терриуму Второй и сказали, мы хотим... Ну, что же, Кавказские войны 1817-1864. Ну, это с некоторыми, не только народами, чеченами и вот... Ингушами ещё, дагестанцами, со многими, со многими, это Грузия отдалась. Да, ну, Грузия, да. Ну, Грузия, это же северный Кавказ. Ну, практически она спаслась на южный Кавказе. Ну, вы хотите доказать, что я не прав? Это я хочу доказать, что не есть Кавказ. Нет, просто, конечно, были всегда, когда колонизировалась какая-то определённая территория, всегда были те, кто хотел колонизаторства, соглашался, те, кто коллаборировал. Ну, практически не спасли их как народы, то есть там их бы растоптали. Ну, это то же самое можно сказать про каких-нибудь юкагеров, которые тоже побежали от воинственных чукщей под защиту от русских казаков, потому что чукщи там вообще никому житья не давали. А потом, в любом случае, они все были лишены своей культуры, своей религии, своего языка и так далее. По собственному желанию. Ну, как по собственному желанию. Это всегда сложно разделить. Понимаете, из-за кого приходит определённая структура, которая начинает навязывать вам систему образования на языке каком-то определённом, давать вам читать какие-то вещи, создавать вокруг вас дискурс. Это не то, что вас там заставляют с палкой, не знаю, принимать что-то. Вы просто начинаете так жить. И, может быть, не рефиксируя на эту тему, забываете о том, что вы говорили на своём языке, у вас были какие-то определённые другие форматы осмысления мира. То есть это не всегда происходит так, что это всё там кровью, не знаю. Это может быть другим. А истории России, они все всегда описывают, там, народы Сибири, так же, как описывали на Западе народы, которые колонизировали западные страны. То есть всегда их описывают как недоразвитых, как детей, как тех, кому необходимо прийти и научить. Это всё тоже было у нас в России. То есть люди пришли учить дураков и муразов? Ну, как бы да. А вот скажите, а вот вы говорите, вот там русские, там дворяне, французский язык, бриллиборды. А что, в Европе вот не то же самое? Или что, французские аристократы воспринимали французских крестьян как равных? Не, я не говорю, что это было по-другому. То есть что, там, уж если, ну вот я привёл в пример Францию, вроде французы считают себя самыми европейскими из всех европейских наций. Ну, по-моему, так, насколько я знаю. Вот, и что у них не было вот этой... Не, я неправильно выразилась. Для крестьян и некрестьян деление существовало не только в Российской империи, оно существовало в Европе тоже. Но при этом интересно думать ещё, что Российская империя сама по себе воспринимала себя, возможно, как что-то... Тоже недоразвитое. Не очень развитое, а по-садию с Французской империей, например. То есть немножко на другом уровне стоящие. То есть это какие-то многочисленные уровни. Если почитать вот разных европейских деятелей, что они сами про себя думали, то они все про себя тоже писали, сравнивали. Вот там, ну, у немцев известен там комплекс неполноценности. Англичане тоже. Вот там у французов что-то такое, а мы вот всё ещё никак до них не дошли. Французы тоже про себя пишут, что вот там и у немцев тех же что-то там выше, чем у нас, и англичан выше. А мы вот как-то не того. А и американцы тоже писали про себя, что вот в Европе там высокая культура, цивилизация, наука. А мы тут на своих там ранчо роемся, как свиньи в навозе. Ну, не так буквально, но по смыслу. Ну, то есть самоколонизация присутствует, естественно, как же и в Российской империи. А, ну, в этом смысле в России тоже мало чем отличается. Просто в России нет об этом как-то диалога в общественном пространстве. Несмотря на то, что в Европе он есть, вот, поэтому в академическом сообществе достаточно много об этом уже написано. То есть меньше намного, чем там о британской империи, французской или о чём-то ещё. Но, ну, просто мы достаточно такая хорошая, имеющая набор признаков колониальная империя. Но ещё с каким-то компонентом того, что мы были немножко ближе к Востоку и так же себя так осмысляли. Ну, славянофилы у нас были всегда, и там. Вот, и Османская империя тоже в таком плане на нас похожа больше, чем другие империи. Османская империя – это вообще... Ну, это султанат, это не империя, в принципе. Или на человечестве, грубо говоря. Или вот взять эпоху Возрождения. Вот, если посмотреть там, ну, там, Леонардо да Винчи и прочее, вот, то посмотреть какие-нибудь достижения тех же, там, англичан, французов, вот, конец 15-16 век. Так смотришь там, тоже, архитектура – итальянцы, художники – итальянцы, музыканты – итальянцы, театр – итальянцы. И начинаешь уже думать. Значит, Пётр I европеизировал Россию в конце 17-го, начале 18-го века. А что, итальянцы в эпоху Возрождения, они что, европеизировали всю Европу? Или они её итальянизировали? Или как тут правильно сказать? Ну, можно задаваться разными вопросами всякими. Да, и потом. Давайте мы на своей лекции, да, поговорим, что он переделал. Я бы, мол, лекция уже закончилась. Нет, там чуть-чуть осталось. Нет, я почти так говорила. Ну, закончила. Ну, я, в общем, да, хотела просто подвести какую-то черту под этим, почему я говорю, в принципе, не о колонизации и колониализме, а ещё о феминизме при этом. И какое-то отношение имеет к вопросам, которые я пытаюсь решить для себя. Почему я говорила про интерсекциональный феминизм и доколониальный феминизм? Потому что мне кажется, что феминистское сообщество в принципе и восприятие феминисток глобально может ставиться под вопрос очень много кем. И, возможно, феминисткам из разных мест, феминисткам, которые называют себя постколониальными, постсоветскими, такими какими-нибудь интерсекциональными, радикальными, либеральными, стоило бы больше говорить друг с другом и объединяться. И я всегда думаю, как это можно сделать. И та же самая Тластана пишет очень много о том, что доколониальная опция, доколониальный феминизм как раз может быть какой-то почвой диалога, потому что они как раз говорят о множественности, о восприятии себя как какой-то неоднородного пограничного субъекта. И там, в принципе, может находиться что угодно. Вот. И это кажется мне очень классным, звучит очень круто. Но потом, когда начинаешь думать, на самом деле, что такое доколониальная опция в Латинской Америке, что они ищут, куда они смотрят, смотрят они на культуру культурных народов, естественно. Мне кажется, что может быть... Ну, то есть, все это звучит очень круто, то, что у них там не было гендерного разделения, то, что они жили все так и так. Возможно ли сейчас в современном мире это вернуть? И это тоже странно, когда сидит Мадина Фластанова с макбуком, или там я с ноутбуком Леново за 300 евро, и говорю, что там типа, о боже, я хочу вернуть там родоплеменной строй, там как живут сейчас Чукчин, например, на Чукотке, и еще дальше уйти куда-то от этого. И это мне кажется очень странным. Или когда там Миньола сидит с часами за кучу денег и говорит о том, что там у нас есть одна опция, это доколониальная, мы должны все смотреть на коренные народы. То есть, это такая моя собственная критика, даже самой себя, когда я сейчас об этом всем рассказываю, так восторжена. Но при этом я не могу и не согласиться с тем, что это очень круто об этом думать. И может быть, все-таки это наш путь, потому что как решить экологические проблемы в глобальном масштабе, я тоже не знаю. А если бы мы все думали как Чукчи о том, что мы часть природы, или как Буряты о том, что мы часть природы, и при этом еще понимали, что вот этот вот мусор и что вот эти вот упаковочки, и что вот эта Кока-Кола это продукт капитализма, мы, возможно, могли бы ввести какую-то другую экологическую культуру. Потому что сейчас, несмотря на то, что Чукчи понимают, что они часть природы, они не понимают, что бутылка Кока-Кола это не часть природы, и то, что это пластмасса, и она там будет разлагаться долго очень часто, и поэтому она у них лежит, и там в море попадает, и все такое. Или те же мексиканские женщины не понимают, что кормить ребенка Кока-Кола это неправильно. То есть, очень много разных всяких противоречий есть, которые там не сочетаются, и как эти вопросы решить, я не могу для себя ответить. Вот, но пытаюсь. И также, когда мы осмысляем себя, как тот, кто всегда был, например, представителем титулей нации в рамках какой-либо там империи, то есть у нас никогда не было собственного опыта, какой-то вот этой вот космологии, связанной с осмыслением природы, и себя как единого, как вообще себя в этой ситуации вести, нам туда отправиться и начать учиться, как, в принципе, делают многие исследовательницы, которые занимаются докладыванием опций. Очень много американских женщин, например, поехало в Латинскую Америку, работать в деревнях с коренными народами. На самом деле, они делают крутые штуки, они пытаются восстановить их традиционную агрикультуру, традиционное сельское хозяйство, как-то заставить их всех собираться вместе, снова общаться, поэтому они молодцы. Вот, и параллельно занимаются исследованиями. Вот, они выбирают для себя такую, как бы, стратегию, то, что я еду туда, я живу там, и я полностью погружаюсь в это общество и отрицаю общество западное. Это тоже формат, но могут ли так все жить, например. Ну, и вообще вопрос, как бы, думая об этом всём, о том, что нужно объединить всех феминисток, о том, что нужно решить все проблемы, я всегда пытаюсь найти какой-то ответ на все вопросы. Может быть, я не права, и, может быть, феминизмы должны быть разные, и, там, доколониальная опция, она классная, пусть она где-нибудь будет, будет антиферсиональный феминизм, и всё остальное тоже всё будет существовать вместе, и, наверное, мы все тут преодолеем правый поворот в политике и будем жить дальше счастливо. Вот, не знаю. Ну, то есть у меня куча всяких вопросов о том, куда вообще двигаться феминизм как чему-то общему, и нужно ли вообще искать точки пересечения, вот. И, не знаю, если об этом есть мысли, можно поговорить об этом, но можно и вообще не говорить об этом. Можно поговорить о итальянцах, которые захватывают, колонизируют европейский дискурс. Вот, поэтому такие дела. Они не захватывают уже с 18-го лет, Италия не дала им ничего особо. Ну, просто империи чередовались, как бы всегда одна империя превалировала, создавала поле какое-то интеллектуальное, там, идеологическое, и всегда было по-разному, конечно. Вот, сначала были испанцы-португальцы, потом британская империя. Вот, такие дела. Давайте тогда, не знаю, вопросы... Продолжение следует...